привет политик что на самом деле происходит происходит следующее ваши деньги обесценивается стремительно стремительно обесценивается они превращаются фантики то есть вчера в долларах это было 30 миллиардов сегодня это 20 и когда курс тенге концу года еще больше сильно обвалится сейчас никто не знает насколько ну например условно скажем тысячу эта реальность мы поделим 10 триллионов общее количество денег на тысячу мы получаем 10 миллиардов долларов то есть получится вчера все пенсионные активы то есть вы имели денег допустим все мы как одна страна 30 миллиардов а завтра эти деньги превращаются 10 вы потеряли 20 миллиардов долларов то есть 30 70 процентов денег вы уже потеряли но представьте себе что вы же накапливаете годами эту пенсию 10 лет 20 лет откладывайте откладывайте и вы же знаете что было 20 лет назад 20 лет назад или даже там больше но вначале 90 году возьмем девяносто четвертом году девяносто третьем году тенге к доллару был один к четырем а сейчас 450 100 раз вот представьте что вы тенге кладете 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 она у вас обесценивается в долларах обесценивается обесценивается то есть наступит момент когда вот мы сейчас с вами считаем 30 миллиардов а через пять лет курс будет ну например 5000 легко ну это же вот реальность вы сейчас увидите как до конца апреля курс будет 600 вот будет 5000 поделим 10 миллиардов на 5000 10 триллионов точнее говоря тенге на курс 5000 получаем 2 миллиарда долларов то есть представляете сегодня у вас было 30 миллиардов а через пять шесть лет станет 2 миллиарда то есть вы потеряли почти 90 больше 90 процентов своего вклада это вы будете работать 20 лет и через 20 лет вы обнаружите что все что вы на как на на капли накапливая на капли добавлялись они обесценились больше чем на 90 процентов вы понимаете да когда национальная валюта обесценивается неустойчивая к чему это приводит вот собственно я сейчас хотел показать как обесценились ваши деньги и почему итак если посмотреть отчет национального банка по итогам 2018 года 19 год они еще и не дали этого апреля не должны конце апреля по моему отчетность опубликовать поэтому я оперирую данными которые есть официально так вот представьте себе что почти 80 процентов этих денег порядка свыше 10 триллионов тенге они размещены не международные какие-то инструменты не доллары сша там или еще что-то они размещены в тенге вот представьте себе что эти деньги размещены в тенге поставки 78 годовых ну например государственной ценные бумаги выпускала министерство финансов были еще имитенты банки все банки почти принадлежат назарбаеву и вот вы когда вложили их при курсе где-то 300 потому что там пятилетней бумаги больше есть срок семилетней все прочее это было тогда минимум там порядка допустим вы вложили тысячи долларов при курсе 300 где-то а сейчас когда будет курс 500 вы фактически ну даже 600 наверх концу апреля будет 600 вы два раза их потеряли то есть вы вложили у вас было тысячи долларов эти деньги два три года крутились крутились и вам сообщает через несколько лет молодец ты хороший поставщик денег пенсионный фонд у тебя было тысячи долларов стало 500 поздравляем но вы скажете как 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 я положил 1000 долларов стало 500 и музыка вам скажет зато вы когда клали это было допустим 300 тысяч деньги а сейчас у вас 600 тысяч тенге то есть вы заработали целых 600 тысяч тенге но выясняется что это не так это не так вы такую доходность не получаете то есть я что хочу сказать что на самом деле банки имитенты дают вам 10 годовых то есть ну вы положили 300 тысяч тенге получили через год вознаграждение 10 процентов но не 10 там 78 то есть вообще ничего потому что если вы потом пересчитаете другой механизм зарабатывания если вы эти деньги просто вы купили валюту и просто держали у себя под подушкой они просто были бы стоили бы те же самые 1000 долларов но не 500 после девальвации который сейчас есть вы понимаете что значит обесценивание ваших денег почему я говорю что денег пенсионном фонде нет вы купили 1000 долларов на свои деньги отложили тенговом эквиваленте через несколько лет обнаружили что у вас два раза стало меньше денег а через десять лет вы увидите что у вас от них осталось 10 процентов и вот есть такой сайт национального банка всеми деньгами над пенсионный фонд управляет национальный банк банк у них есть управляющая структура 80 процентов денег вложено в тенге 80 процентов и я вам так скажу это министерство финансов выпустила на рынок свои бумаги и пенсионный фонд их купил там пять годовых шесть годовых семь годовых эти деньги же размещаются в наши банки назарбаевские банки халык банк каспий банк который саты балды принадлежит племяннику назарбаева и там все банки если посмотрят а т.ф. это окружение назарбаева вот там или а у тимуратов его тоже банки эти пенсионные деньги попадают поставки 678 годовых они затем берут ваши тенге конвертирует превращает доллары и на это разницы курсы на обесценивать тенге зарабатывают хорошие деньги то есть практически понимаете каким образом обесценивается деньги теперь я хотел бы показать официальные данные официальные данные звучат следующим образом оказывается по итогам по итогам девятнадцатого года это официальные данные которые опубликовал единый национальный пенсионный фонд реальная доходность ваша составила чуть больше одного процента вот представьте себе всего лишь один процент вы реальная доходность это они врут что они говорят что инфляция по итогам девятнадцатого года составила порядка 5 и 4 процента а прибыль 6.57 то есть ваши доходы обесценились на 5 и 4 процента но при этом якобы доходность 657 то есть вы больше одного процента заработали в тенге но вы в это верите если и зачем вам это так называемый тенговую доходность если у нас товары импортные если вы за эти тенге сейчас их получив год назад которые были да вы уже не купите те же самые товары которым или в легко могли купить год назад они у вас обесценились тенге обесцениться сейчас вот по итогам апреля где-то приблизительно ну в минимум два раза два раза а вам говорят зато в тенге заработали один процент вы понимаете как здесь идет по сути дела ограбление под видом того что якобы вы заработали в тенге это пустая бумага сейчас обесцениваешься на ваших глазах то есть вы реально теряете доходы огромные при том огромные 10 триллионов это было порядка 30 миллиардов долларов сегодня они превращаются в 20 еще несколько месяцев они превращаться 10 миллиардов долларов то есть а эти деньги куда-то же деваются они же просто так не пропадают где они пропадают я проанализировал куда они ушли они ушли часть денег ушло министерство финансов там они чиновники их понятно вы знаете где в регионах и так далее растаскивают затем они ушли наши банки которые все принадлежат назарбаеву и самое смешное когда есть так называемые иностранные имитенты вот я здесь смотрю я среди иностранных имитентов кого обнаружил казминерал мы оказывается купили акции казминерал это группа которая занимается производством меди и как известно монопольным производителем меди является нурсултан назарбаев это балхаш мыс это караганде это джизказганский сапаевские предприятия группа компании казах мыс который они его назвали типа казминерал и мы оказывается имеем акции купили и в отчетности квалифицируется как иностранный имитент они зарегистрировали компании за рубежом и опять наши же деньги они впуливают свои же проекты таким образом если вы зайдете на сайт и нпф .кз вы можете увидеть куда прям детально куда они вложили деньги я думаю меня финансисты хорошо понимает вы зайдете на нпф .кз и посмотрите вот государственные ценные бумаги в триллионов тенге забрал минфин дальше идут смешно мы покупаем бумаги иностранных государств которые достаточно опасны перу учили даже та же самая россия и обесценивается их бумаги потом вы зайдете сюда посмотрите депозиты открываете депозиты это все открыто я ничего не выдумываю смотрите смотрите российский дочерний банк сбербанк россии 50 миллиардов тенге пенсионные фонды вложили в этот банк дочерний банк альфа банк форты банк это у тюмратов народный сбербанк это 65 миллиардов это тимур кулебаев евразийский банк 47 миллиардов это тоже группа евразийская мошкевич шадиев те самые миллиардеры ибрагимов а тф банк это и симов тоже ближайшие родственники сподвижник назабаева каспий банк 20 миллиардов это саты балды ну вот собственно и вы если посмотрите куда они размещают получается они эти же деньги ваши пенсионные распихивают ну и представьте себе что таким же образом эти деньги уходят например на железную дорогу вы помните там гигантские деньги сотни миллиардов тенге ушли куда железную дорогу которая понесла просто нереальные убытки десятки миллиардов тенге сотни миллиардов она понесла убытки вот представьте себе что железная дорога монополист ну слушайте вы монополист эту услугу больше никто не имеет права оказывать как может быть железная дорога который контролируется государством быть убыточная как это может быть это может быть только тогда когда там налажено тотальное воровство они тарифы сами устанавливают билеты они сами продают ну вы же понимаете что не может быть монопольная организация которая у которой вообще нет конкурентов иметь убытки и как эти убытки закрываются просто вытягиваются деньги с пенсионных фондов железная дорога якобы продает свою ценную бумагу пенсионные деньги туда запихивается вы наверное думаете что государство выступает гарантом и вернет свои деньги но вспомните в азербайджанский банк ушло 250 миллион долларов они там пропали был скандал шум ган и никто ничего не понял кто виновен вернуться они или нет были заявления что не вернуться потом вернуться ну а реальность такова что они вернутся ну откуда у государства возможности покрывать убытки более того у него у государства нет таких обязательств что вы понимали это пенсионный фонд юридическая структура который отвечает самостоятельно за все свои действия то есть когда эти деньги будут там похоронена они похоронены никто вам их не компенсирует ну и вот вам рисует один процент годовых в реальности это достаточно эти деньги кому-то не вернуть и все пенсионный фонд накрылся теперь я хочу показать почему они не вернуться вчера я говорил что общий кредитный портфель всех банков страны выданных физическим лицам и юридическим лицам составляет порядка 20 триллионов тенге вот представьте себе сейчас наступил кризис физические лица не могут оплачивать проценты не могут погасить кредиты юридические лица то же самое вы это видите у них сейчас проблема продаж карантин все остановилось люди сейчас не получает заработную плату даже не ходят покупать закрытые как они будут обслуживать свои проценты и возврат основной суммы не как тогда что наступает наступает момент когда банки не получают проценты не получает возврат кредитов и вы приходите за своим депозитом а вам банк говорит извини друг у меня просто денег нет у меня вот не вернули мало средний бизнес мне не вернул вот физические лица не вернули я не могу тебе отдать деньги то есть вы понимаете что это значит это значит вчера я говорил что когда банки упадут вы не вернете свои депозиты вклады теперь я хочу показать что будет с пенсионным фондом основные деньги запихиванные государства и банки это 80 процентов всех ресурсов вот представьте себе что банка система не получает погашение кредит от своих клиентов что это значит это значит что банки не могут вернуть займы которые они взяли у пенсионных фондов раз они не могут вернуть деньги пенсионных фондов значит все что вы до этого накапливали 0 0 вы значит вы теряете все свои пенсионные вклады вклады теряют своих те кто положил депозиты юридические лица и физические лица и самое страшное люди там накапливали десятками лет свои средства на будущую пенсию и они тоже его теряют и это реальность это реальность такова что это может случиться и случится очень скоро промежуток времени не больше полугода вы видео все в сети останется вы запомните есть сейчас большая угроза что банки не вернут депозиты банки не будут состоянии возвращать деньги взятый у единого накопить на пенсионного фонда